Добрый вечер, уважаемые зрители! То есть, если кто-то писал, я не ответил, ждите. Лет 50 вам ждать, еще когда я отвечу на это. Но многие прочитаны. И что мне, вот очень приятно, действительно, что в электронной почте наблюдения, сделанные другими людьми, зрителями, как вы включились в игру. Ну, да, голова моя устроена не совсем правильно. У меня иногда даже письма вызывают некоторые недоумения. И, например, в конце пишут, без знакового припинания, с уважением пока. Объявление. Точка поставлена не там. После первого слова. Надо было далее поставить ее. Маша, точка, 17 лет, ищу парня. А иногда слова сокращают. Посуточно, как правило, пишут посуд, чтобы короче было. Так славно получается, квартира, точка, посуд. Тоже прочитал в газете. В нашем салоне ежедневно работают Маник и Педик. Вот такие два брата-дегенерата. Хотя бы поставили ударение. Ведь некоторые читают Маник и Педик там, допустим. В церкви прочитал. Требуются желательно верующие на свечки. В книжном магазине прочитал. Барби картонная. В скобках склей ее. Ну, я понимаю, голова больная. Другой не заметит это. А как вот это не заметить? Продается однокомнатная квартира с телефоном пять минут до ближайшего толчка. Где эти люди учились вообще? Вот которые это все. А вот это не садист даже. Это Садюга написал. В салоне красоты. Руки до локтя пятьсот рублей. А до плеч семьсот пятьдесят. Реклама по радио Сибири. Уходит здоровье? Поможем. Вообще радио тоже. Тоже радует. Если прислушаться. Диджеи особенно. Диджеи, они так взахлеб что-то говорят. Как глухари на таковище. Сами от себя в восторге. А что говорят? Они не всегда анализируют. Вот радио. Фраза, по-моему, для меня страшная. А теперь послушаем что-нибудь из укупника. Обожаю желудок укупника, слушай. Месяц назад я был в гастролях по Дальнему Востоку. Уссурийский край. Дебри Уссурийского края. Дорога. Автобусная остановка. Объявление на автобусной остановке. Автобус на вокзал отходит примерно после обеда. В скобках. Не опаздывайте. Что-то с логикой произошло, да? Вот действительно логика сбилась. В кафе в Хабаровске. Теперь же их всех научили улыбаться, официанток. А логики не обучили. Подходит официантка и говорит. Кофе будете черный или с молоком? Я говорю, черный. Она делает так. У нас в пакетиках сразу с молоком. Ты зачем спрашивала? В магазине на прилавке. Вот зашел в канцелярский магазин. Купить бумагу. А знаете, как трудно жить, когда мозг вот это замечает? В магазине на прилавке лежат три ручки. Синяя, черная и зеленая. Женщина смотрит на них, говорит. Дайте мне, пожалуйста, две ручки разных цветов. Я спрашиваю, какого именно? Она говорит, мне все равно только ни черную, ни зеленую. А на консервах написано мясные консервы. В скобках при изготовлении этого продукта не пострадало ни одно животное. Конечно, человеческое мясо практически. Это все с Дальнего Востока коллекция привезена. Перед въездом во Владивосток прямо у дороги кладбище. И ворота кладбища, главное, выходят на дорогу. И там кто-то вот нашел место. Лучше вот другого не было. Рекламный щит поставить. И теперь перед входом на кладбище, здесь могла быть ваша реклама, написано. Ну да, могла, но поздно, собственно, уже. Один депутат решил использовать все-таки под свой слоган. И теперь перед входом на кладбище я сделаю вашу жизнь еще интереснее. На пляже в Ялте. Вот где обучался человек, который это написал? На пляже в баре в Ялте. Не обслуживаются мужчины с голым торцом. Это что такое торец у мужчины? Это где такое он видел вообще? Мы знакомые летали в Румынию, заполняли анкету. Там был пункт. Имели ли вы интимные контакты с носителями птичьего гриппа? Да периодически. Куда? Просто с гусями. Любимое занятие. Перетяжка в Москве над Дмитровским шоссе. Лада по цене завода. Вот женщина написала очень умно. Мне нравятся такие мысли. Знаете, почему так много смешного в России? Потому что если не будет смешно, будет страшно у нас жить. А когда смешно, тогда не страшно. И приводит пример. Мужик зашел в метро. Бомж. Такой вот он продает литературу. Полубомж. С юмором. Ему легче жить. Зашел в метро, говорит. Предлагаю вашему вниманию психологический трейлер. Всего за 30 рублей. Жилищный кодекс Российской Федерации. Еще у женщин написала. Ее звать Наталья Геннадьевна. У нас ходил бомж по квартирам. Всегда просил дать ему хлеба. Однажды приходит, говорит. Дайте мне торт. Я у нее спрашиваю. Мужик, че с тобой? Всегда хлеб просил. Сегодня торт. Бомж говорит. У меня сегодня день рождения. Я зачитаю в перемешку наблюдения телезрителей и своих. Это я прочитал в электронной почте. Присланное объявление. Ремонт квартир на дому. Это, видимо, в общем, не для очень развитых людей объявление. Которые иногда сомневаются. Где же будет ремонт? Рядом с гостиницей в Нижнем Новгороде. Растяжка. Здание дом рыболова и охотника. И на растяжке написано. Уж 200 лет, как Пушкин с нами. Вообще, отчизна, конечно, не обеднеет. Вот дурашлепами. Это слоган партии ЛДПР на рекламном щите. Мы за бедных, тире. Мы за русских. Аплодисменты, знак согласия. Это же у нас как митинг получается. Вот тоже, вот тоже. Вот этой серии я не понимаю. Мы сведем вас с ума нашими ценами. Ну, это я слышал сам. Рекламу по телевидению. Отбеливатель особый. От него пятна исчезают на глазах. Это я тоже видел в Ларьке, в Комсомольске-на-Амуре. Объявление, что продается. Купальники, плавки, теплые носки. Хорошая картинка рисуется, да? Этот присланное. Право на бесплатный проезд в маршрутном такси имеют милиционеры в форменной и бесформенной одежде. Милиционеры, слышите? Имейте в виду, гладить не надо в Комсомольске. Без формы, езжайте все. Свадебный салон в Москве. Замечательная реклама. Свадебные платья для самых шикарных невест. Постоянным клиентам скидки. Я, например, с трудом понимаю, что означает выражение «незаконная торговля наркотиками». Потому что должна же быть законная, значит, где-то, если... Я ехал в Ригу, идет таможенник, а рядом в купе соседи со мной перепелись русские ребята. Они вообще не понимают, где они находятся. А он идет и орет. «Оружие, наркотики, у кого есть?» И вдруг голос из соседнего купе, явно только что очнувшись за человека. «Пора иметь свои!» Вы знаете, мне присылают жалобы иногда. Например, отключили газ в целом районе. И они написали жалобу жильцы. А вы же понимаете, что правды найти негде. Так они у меня правды еще. Им ответили. Знаете, что проверкой по вашей жалобе на отключение газоснабжения вашего района установлено, что газ отключен в рамках антитеррористических мероприятий. И я, конечно, очень много говорил со сцены о том, какие я видел объявления в газетах. Ну и, конечно, пришла целая коллекция от телезрителей. «Объявление в газете». В разделе «Доска объявлений». «Жена на даче до 1 сентября. Звоните до 31 августа». «Объявление в газете. Это только у русских, может быть». «Кто нашел на дороге карданный вал?» «Гениально, да? Ну кто еще может, кроме русского, потерять вал и опомниться дома? И доехать без него до дома, да?» «Так. Это объявление и я видел, и оно было бы мне прислано тоже. «Один звонок, и вам оформят свидетельство о смерти и изготовят венки». «Объявление в газете вакансии. Требуются на работу юноши и девушки до 50 лет». «А еще, знаете, мне очень интересно читать бывает, вот то, что написано в разделе, где печатаются все эти маги, колдуны региональные шестых разрядов. Вот что они пишут? Верну мужа в семью. Гарантия 200%. «Ты чего, еще одного мужика вернешь?» «Еще одно объявление. Сниму сразу все». «Ты о чем? Или чтобы народ завлечь». «А это ошибка была в рекламе, но такая точная. Одна запятая неправильно поставленная. Снимаю запятая. Порчу». «Это точно про колдунов региональных. А их ведь тьма тьмущая по России болтается. С синяками под третьим глазом». «В одном из аэропортов. Летаетесь самолетами аэрофлота. Небо для всех одно». «Это для бюро ритуальных услуг. Лучше это. Небо на всех одно». «Рекламируются блинчики. Готовые. Мастерица. Голос за кадром. По телевизору. Представьте...» «А у них голоса добрые». «Представьте, что у вас на кухне завелась женщина». «Тихая, молчаливая и печет блинчики». «При всей моей фантазии». «Мне очень трудно представить себе, что у меня, независимо от меня, на кухне завелась женщина». «Город Екатеринбург, Урал. В автобусе едут сдавленные пассажиры утром. Все злые. Все всмятку практически. А это видно через окна, а под окнами, естественно, реклама. Уральские пельмени». «Ну что вам сказать? Очень, конечно, много пришло таких писем с наблюдениями за названиями. Очень же много фирм, киосков, ларьков, магазинов, салонов красоты. И бизнесмены стараются дать очень яркое название, запоминающееся, чтобы люди только к ним шли. Но бизнесмены многие сегодня или безграмотны, или давно забыли собственное образование. Есть реклама. Мария Антуанетта, она в тюрьме в Бастилии, ей краску приносят перед казнью. И она должна покрасить этой краской, рекламируют. Антуанетта в Бастилии не могла быть, потому что Бастилия была разрушена до этого, до того, как ее посадили. Но об этом никто не знает. Сегодня американское образование у нас ступило на нашу землю. И, конечно, многие бизнесмены не понимают даже слов, которыми они называют свои фирмы. Например, есть такси-фирма, называется «Стикс». Это река смерти, друзья мои. Причем плакат «Наша фирма доставит вас по адресу». Как вам нравится название магазина? «Меха Афины». Вы видели у Афины «Меха» когда-нибудь? Одежды магазин «Амнезия». Юридическая фирма «Святой консалтинг». Это вообще понять невозможно. Но это для дураков вообще все. Магазин «Мехов» в Уфе. Знаете, как называется? «Умка». Жалко Умку. Универмаг есть. «Мираж». Вот это точнее название. Причем тоже плакат. У нас есть все. «Мираж». Аптека. Большой кайф. А в этой аптеке лекарство для печени. Глюк. Очень много открылось японских ресторанов. С японской едой. Суши стали модными. Особенно среди пацанов, корешей. И поэтому многие японские рестораны сегодня готовят для русских. Вот японцы говорят, у нас таких блюд нет. Там, допустим, пельмени из креветок. Вот они вообще не знали, японцы, что такое возможно. Я говорю нашим, вы еще готовьте блинчики с устрицами, сашими, с шпро. Ну и название, конечно. Бар суши. Бар харакири. В Красноярске суши-бар называется Перл Харбор. Но образованные люди, посмотрите. Все знают, что это такое. Автозаправка Бонзай. Ну это вообще клич Камикадзе. Кстати, в одном из городов есть грузинский ресторан, называется Камикадзе. Они думают, что это грузин был такой Камикадзе. Ой, охранная фирма. Охранная фирма. Циклоп. Много она охраняет фирма. Магазин Титаник. Недолго жить осталось в магазине, но главное, написано, находится под охранной фирмой Айсберг. Вот вся Россия в этом, в каком-то несочетании совершенно, в несуразице. Это тоже только в России может быть подобный случай. Вот до этого никто не догадается. Засорился мусоропровод в доме, в новостройке, в одной из новостройок. Знаете почему? Унитаз сбросили. Ну кто еще унитаз может мусоропровод кинуть? Естественно, его заклинило. Ну, как мне пишет автор этого письма, вы понимаете, он пишет, вы правы, у нас удивительная соображалка, но нет думалки. Значит, соображалка еще не включается, думалка не работает, причины следственной связи нарушены. Стали гантели кидать в мусоропровод, чтобы выбить унитаз. Мусор накопился уже несколько метров над унитазом. Вонища по всему дому. Дальше. Студенты Московского авиационного института говорят, мы можем сделать ракету. И запустить снизу в мусоропровод, и она собьет унитаз. За неимением больше ничего сбить, они решили наконец сбить унитаз. На пороховом двигателе все по науке делают небольшую ракету. Афганец объявился, живущий в этом доме, говорит, у меня взрыв пакета есть. Он, чтоб ракета доставила, первая ступень, взрыв пакета. И запустили снизу. Жахнуло так, что три квартиры съехались в одну. С разбитым мусоропроводом в фойе. Ну, за что я люблю наших? Чтоб хоть кто-нибудь разочаровался. Все говорят, ну мы классно придумали. А говорят, ну это только мы можем. И гордятся этим, и смеются над этим. А недавно мне пришел вопрос такой, ну я горжусь нашими, но я этого не заметил. Вы знаете, ну какие же гениальные люди есть. Сейчас мужики будут рады. Почему, когда женщины красят глаза, они открывают рот? Слушайте, ну как... А действительно, я вспомнил, все. Все там, какая там связь есть у них? Как это все связано? Потенциально мы очень способный народ. Все, два человека хвастались сми. Я вам сейчас расскажу. Ребят, вы натянете все банки мира сейчас. Это даже не смешно. Но то, что придумали наши, я бы дал Нобелевскую премию. Но это жульничество, но это гениальное жульничество. Два человека меняются кредитками. Перед тем, как один едет в Швейцарию, а другой во Францию. Они все покупают на 100 тысяч по каждой, там у кого, естественно, есть эти деньги. Возвращаются, им приходит счета, они говорят, я там не был. Друзья мои, все делайте так. Натяните финансовую систему западного мира по самое небалуйся. Это недоказуемо. Подпись не та, билеты не те, все не то. А это очередная поющая пельземуха спела. С тоской, вот главное с тоской, подчеркиваю, с тоской. Наши самолеты в небе разминулись. Ну, конечно, если б не разминулись, в общем-то, веселее, конечно, было. А этот диджей порадовал. У моей жены Алены сегодня серебряная свадьба. У Алены, у него нет. Передайте для нее мои любимые песни, я люблю тебя, Марина. Поселок Пыталово на границе с Латвией. Милиция, двухэтажное кирпичное здание. Написано «Милиция» в скобках Пыталово. В Киеве, в аэропорту, в любую страну, через Вену. Дешево, в принципе. Вообще, в аэропортах много можно услышать, интересно. Особенно по громкой связи. И меня вот этой серии не понимаю. Откуда берутся эти женские голоса? Вот эти голоса несмазанного экскалатора. Неужели эти женщины такими же голосами в любви признаются? С детьми разговаривают? Слышу в Домодедово. По громкой связи. Пассажиры, вылетающие рейсом в Краснодар, сегодня никуда не вылетят. Но, конечно, интересно то, что теперь, после вот выступлений, в которых я делился подобными наблюдашками, пришло много писем. Люди стали тоже замечать. Это обнадеживает. Вообще, умением развести клиента даже старушенцы у нас овладели. Действительно гениальный народ. На рынке старушенцы, такая, ну, времен революции, причем французской, причем первой. Продает огурцы. Казалось бы, продавай. Нет. Замануху какую написала. Рассол, тире, напиток завтрашнего дня. Еще одна девушка написала, как она провожала ночью свою подругу. Они выпили пиво, пишет. Пошла провожать подругу ночью на маршрутку. И у нее, вот это российская история, лопнула резинка на шароварах. У кого еще лопнет резинка на шароварах? И кто еще найдет, что делать в этом случае? Пишет, я подобрала проволоки кусок. И подвязала шаровары. Ну, наша история. Проводила, возвращается. Два мужика идут навстречу. Поздняя ночь. Говорит, ага, кисонька приплыла. Раздевайся, если жить хочешь. Она берет проволоку, вот эту размаху. Они говорят, что такое? А сейчас узнаете неверные. Аллах Акбар! Бежали быстрее совраски. Без узды. А менты остановили Жигули. А там пьяный ночью водитель. Они привели его уже в свою ментовскую машину. А взять с него нечего. А тут БМВ ухо несется. А они ему говорят, все, уезжай. С тебя все равно, как сказала Малакон. Все, давай, вали отсюда. Уезжай. И забываем в ухо. Утро от того, которого они отпустили. В 6 утра. Звонок в дверь. Открывается жена отпущенного. Стоят злые призлые менты. Говорит, у вас приехал вчера? Да. На машине? Да. А где машина? В гараже. Пошли. Приходят в гараж. Там стоит ментовская машина и мигает. Так не может смеяться человек. Вообще. Ни один, кроме нашего. Ой, я смеялся не меньше вашего, когда спортивный комментатор выдал фразу нормальную, но ему показалось, что он сказал что-то страшное. А сказал он нормально. Хули лопы сбьет поворотом. И от ужаса сказанного он завис в эфире. Вот так вот. Слышно было, как мозги шевелятся у него в невесомости. И он вдруг решил оправдаться. Пояснить, что он сказал. А он вдруг выдал на всю Россию в эфир. Хули, это имя такое. Да, что-то в этом народе сбилось. Сбилась программа у народа, который скот считает по головам, а правительство по членам. Недавно получил письмо от женщины, видимо, моего поколения. Мне так оно понравилось, что я решил вам его пересказать. Она пишет о том, как она училась в 30-е годы советской власти на РАП-факе. Для рабочих факультетов были организационные. И преподавательница им давала следующее упражнение. Все хором говорите. Молодые люди. Бога нет. Бога нет. И они хором. Бога нет. Бога нет. Она преподавательница говорит. Молодцы. А теперь дружно покажем Богу кукиш. Кукиш. В газете прочитал. Может, я иногда излишне придирчив. В этом году от гриппа в нашем городе скончалось 3 человека. Это в 2,8 раза меньше, чем в прошлом году. А у меня все-таки математическое образование. Я сразу считать начал. 7,4 человека скончалось в предыдущий год. В другой газете Леонтьев в своих 60 лет хочет выглядеть на все 100. На Ленинградском шоссе рекламный транспарант визит. Купи автомобиль. Права в подарок. В газете приглашаем на работу энергичных и пенсионеров. Вот это мне нравится. В скобках. Карьерный рост. В газете куплю квартиру у хозяина в любом состоянии. В газете тоже пожилая женщина мечтает обладеть компьютером. В ювелирном магазине. Только для русских женщин. Такое возможно предупреждение вывесить дам. В ювелирном дам, рассматривающих наши витрины, просьба так не вздыхать. Витрина запотевает. Вот она русская. Ай, все покрылось. Надпись на мусорном контейнере. Мусор наш, не трогать. Вот добра пирога, да? Мусоропровод забит жильцами. Если я подхожу к двери какого-то дома, на двери дома что-то прикноплено, какая-то записочка, я обязательно читаю. Это улучшает в сочти всегда настроение. Уважаемые жильцы, читаю намеднее. Просьба, каждое утро, мне очень нравится, что каждое утро, не выбрасывать в окно манную кашу. Вот это, вот чисто расизм. Мне так жалко бедолагу стало. Он каждое утро под эту манную кашу, в одно, ты бы изменил время выхода из... Или там специально чувак сидит с манной кашей, ждет пока это... С комочками причем. Какие русские люди пишут объяснительные записки? Это жанр литературный. Утром 8 августа я опоздал на работу, так как в метро попал в человеческую пробку. Значит, я опоздал на три часа, так как под утро приснился сон, что баланс наконец сошелся. Какая связь в этом во всем? А этот человек литературный, дар у него есть. Неиспользованных возможностей я опоздал на службу. Причина этого неблаговидного поступка весьма загадочная. Накореняться, скорее, в области иррационального. Посему я не в силах дать случившемуся сколько-нибудь приемлемое объяснение. Как человек тонкой душевной организации не могу не чувствовать всю глубину моего падения. Однако та же причина впредь едва ли позволит мне даже помыслить о возможном рецидиве. Очень способный народ наш. Но не знает того, что способный. Я новичок. Работаю в вашей фирме второй день. Так как сегодня понедельник, день тяжелый, после выходных я сел в метро, готово, и приехал на свою старую работу. Это только русский может. И дальше, и только по удивленному взгляду моего бывшего начальника, тормозуха полная, понял, что приехал не туда. Вчера мою жену уволили с работы за пьянку, а сегодня утром мы решили это дело отметить. Тоже нормально. Уважительная причина. Как не стыдно это писать? Опоздал, так как пил горячий чай, у меня лопнул мочевой пузырь, я аж парил ноги. Как тебе не стыдно это писать? ДТП. Объяснительные после аварии. Автомобиль резко повело вправо, затем влево, а потом, о, задние колеса стали обгонять передние. Каждого второго глючит. На вопрос председателя, за что вас задержали, подсудимая ответила, за воротник. Из киоска похитили. Следите внимательно. Три арбуза, пять плиток шоколада, шесть пачек сигарет и две клеенчатые занавески. Все похищенное, грабители съели. Вот хорошо, занавески особенно хорошо пошли. Тоже одаренный писал. Это следователь записывал за обвиняемым, так как... Как такое сплелось у него? Так как площадь челюсти потерпевшего не охватывалась одним ударом, подозреваемый усилил удары и расположил их равномерно по обширной челюстной территории. От поэтов пропадает сколько. А это моя любимая, поэтому я медленно ее, я смакую эту фразу, произношу всегда. При осмотре трупа никаких следов насилия, кроме свидетельства о регистрации брака, не обнаружил. А это тоже следователь был поэтом. Кража лодки. И он записал следующее. Ну это точняк поэт. В душе поэт. От лодки осталась лишь легкая рядь на воде. Знакомый работает в пейджинговой компании, скидывает мне забавные смс-ки. Чудо. Андрюша, Андрюша, смс-ка. Андрюша, мы купили шикарный намордник, приезжай скорее. Наш человек не ведает, что несет. Милый, забери срочно Машеньку из детского сада и приезжайте скорее. Будем варить холодец. Садюги. Милый, пришли смс. Очень хочу услышать твой голос. Ой, а название в Новосибирске парикмахерская Лысый Стриж. Название магазина для будущих мам Мама, не горюй. Магазин по дороге на кладбище на Пасашок. На выезде из Москвы стоит ларек, сверху его название написано Вино, Водка, Творог. Как это может сочетаться в догуруске? Американцы называют свое оружие всегда грозно. Тигр, Егор, Лев. Наши, по-моему, издеваются над ними. Наши военные, по-моему, все в КВНе учились. Называют гаубицы акация, тюльпан, гиацинт, мол, нюхайте, ребята. А чтоб совсем башка закружилась, ой, самый мощный в мире, тридцатиствольный самоходный огнемет, знаете, как у нас называется? О, Буратино. По-моему, они над америкосами издеваются. Но первое место я бы дал название тому, кто назвал гранату новую. Ой, ну это замечательно. Граната новая, знаете, как называется? Подкидыш. Лучше придумать невозможно. Магазин игрушек написано перед входом в магазин. Убедительная просьба с детьми не входить. Уже хорошая. Я думаю, почему? Зашел, понял. Ценники на детских игрушках. Не дай бог мне такие игрушки было иметь в детстве. Меня бы в Паркинсоне трясло до сих пор. Ценник бегемот Маша. Гемот он, вообще-то. это что, трансвестит бегемот? Панда Клава Слон Антон. Кто это придумает? Лис Борис Каба Антолян. Енот Сёма. За что так Сёма уделали? Петух Ипполит. Медвежонок Джека. Кот. Кот. Кот Бекон. Ребята, это хряк, а не кот. Корова с выменем. Игрушка называется. Ну, обычно корова без выменя. А Чебурашка средняя в свитере. Это даже жалко. Винни-пух русский. То есть шовинист какой-то. Обезьяна с бананом в кепке. Тигрёнок в скобках. Девочка, какая тебе разница? Мальчик Луковка в штанах. Как он? Ха-ха. Уже ночь на дворе, а вы хохочете, сидите. Ой, а детское кафе в детском мире. Блюдо. Я не знаю, что с вами будет сейчас. Сейчас же на наш лад, сейчас же на иностранный лад. Карпаччо. Детям всё равно, что это. Карпаччо, но из ушек наф-нафа. С хреночком и чесночком. Это для юных чикатило блюдо. Называется, знаете как, невезучий фунтик. В Карпаччо попал. Запад нас не отцифрует никогда. Они не смогут нас отцифровать. У нас другая энергия мышления. Она не по вектору, я это много раз говорил. Поссорился мужик со своей женой. Очень русские истории начинаем вам рассказывать, которые возможны только у нас в стране. поссорился со своей женой, жутко обрадовался. Это только наш может обрадоваться. Тем более на ночь она его выгнала из дому. Он так обрадовался. Позвонил друзьям, говорит, давай выпьем, все. Где? В моей машине. Она на тротуаре стоит. Пошли в машину, выпили, сели, водку взяли. Он сидит на месте водителя, хозяин машины. Подходят менты, извините, гаишники, говорят, права. Он дает права. Они говорят, все, забираем. Почему? Пьяный, за рулем. Он говорит, я никуда не еду, зажигание выключено. Они говорят, ничего не знаем, хочешь, плати штраф, ничего я вам не дам, мы заберем права, забирайте. А ты знаешь, что права теперь нужно получать по суду? Пожалуйста, только, говорит этот человек, который сидит на месте водителя, хозяин машины, говорит, я вас прошу, вспомнили его, потому что они написали такую телегу, что они его догоняли, он уходил на большую скорость, они героями себя писали. Вы представляете, какая была укатайка в суде, если у него была справка, что в машине не было двигателя в это время. Он был на переборке. И справка из того же отделения ГАИ, что в Карабе. Запад нас никогда не приведет к общему с ним знаменателю. Потому что у нас другие люди на кассе, женщины, кассирша женщина, подходит мужик, у него не хватает 10 рублей, она говорит, занесешь завтра. На Западе никто так не скажет, никогда. А он говорит, а если забуду? Она говорит, не забудешь. Торгуются в обратную сторону, совершенно не по-западному. А он говорит, а вдруг, не забудешь. Она говорит фразу, он спрашивает, почему? Вот такую фразу еще бы вы ее видели. И таки не забыл. Усть-Каменогорск, 45 градусов, мороз. Отменили занятия в школах с 1 по 11 класс, в автобусе едут только взрослые, и вдруг заходит мальчик, так на вид первоклассник, ему говорит, мальчик, ты что, куда едешь? Занятия с 1 по 11 класс отменили. Он говорит, а я в нулевом учусь. Вот. Полный троллейбус, толкучка, на нижней ступени задней двери висит пассажир и не заходит. А водитель кричит по громкой связи, зайдите, поднимитесь, чтоб я закрыл дверь, я не пойду, зайдите, поднимитесь с нижней ступеньки. Наконец кричит, вы что, русского языка не понимаете? Ответ, это только наш может, послать через весь автобус туда водителю, знаете, что ли? Сам ты еврей! Как нашим это на ум приходит, вы можете объяснить? Полное маршрутное такси, женщина в возрасте второй, половина расцвета жизни, таких пышных фор, пышная такая, видели, как из кастрюли тесто выползает? Такая, такая снежная баба весной с оплывшими боками, пытается влезть на сиденье рядом с водителем, у него ничего не получается. Водитель смотрел, смотрел, говорит, женщина, вы давно уже не кошечка. Если голова пролазит, это не значит, что войдет остальное. А еще скопилась целая коллекция писем от учителей. Учителя пишут, вы правы, что вы не ругаете детей, они действительно многого просто не знают. В школу пришли молодые учителя, они закончили только что педагогические вузы. Кто идет в педагогические вузы? Те, кто не попали часто зачастую в другие вузы. И учатся они кое-как, и выгнать теперь никого нельзя. Вот в результате наполняется школа людьми полуграмотными учителями. Вот один учитель на уроке химии говорит ученикам, молодой учитель, посмотрите на меня, перед вами молекула водорода. А если почитать те замечания, которые пишут молодые учителя в дневниках, это просто юмористический номер. Не хочет любить Пушкина. Весь урок не вылезал из портфеля нужны. Читал на уроке чтения. Вот это мне нравится. Жутко провинился. Ой, помыл пол в классе шалью завуча. Картинка в стране, да? На уроке физкультуры отказался пользоваться матом. Ваш сын видел в гробу десятичные логарифмы. Прямо с дискотеки учитель пришел и теми же словами и выражается. В уроке литературы молодая учительница попросила детей поделиться, кто кем хочет стать в жизни. Один прикололся мальчишке и сказал, я бы хотел стать патологоанатомом. Она говорит, вот им славно, все будем у тебя лечиться. Еще один мой знакомый работает в банке. Он за клиентами записывает. Одна ему клиентка говорит, скажите, молодой человек, вами можно пользоваться как ячейкой? Здравствуйте, вам звонит неплательщик Петров. Скажите, я сильно злостный? Диалог с клиентом в банке. Кредит оформлен на вас? Нет, на холодильник. Скажите, вы сколько смеяться можете? Вот объясните. А вот это шедевр. Это шедевр. Клиент заполняет анкету. Менеджер, вот тут пишите сумму кредита прописью. Клиент прописью это как? Менеджер, это буквами. Клиент, молодой человек, вы в своем уме? Как же я цифры буквами напишу? А вот цитаты исследовательских протоколов. Чем милиция пишет? Гражданин Степанов задержан за то, что два квартала шел за гражданкой Ивановой и нецензурно восхищался ее фигурой. Это высокая литература. Вы знаете, нецензурно восхищался. Рядом с трупом находилась трупья жена. Вот это моя любимая из милицейской сводки. Украденную корову нашли по горячим следам. Ну ребят, вот это высочайшей степени литературы. Это Набоков такое не сочинил бы. Нарушитель перепрыгнул через забор, упал на крышу срая, пробондил крышу, свалился на гражданин Сидорова 22 лет и гражданку Федору 25 лет, которые лежали там совершенно голые безо всякой задней мысли. Высочайшая литература. Из одного отдела кадров присылает человек, который принимает на работу и требует, чтобы заполнили анкеты. один из пожелавших устроиться на работу написал «Детей и вредных других привычек не имею». Другой «Имею регулярно свой личный автомобиль. Его лечить надо». Третий «Если вы меня возьмете на работу, клянусь не раз вспомните об этом». А вот присланные присланные от телезрителей в Кисловодске объявление в музее категорически запрещен вход с мороженными. Хорошо, что не с отмороженными еще. Город Тверь на оконном стекле в автобусе проезд тире 6 рублей животным тире бесплатно. Тоже в автобусе в Минске типографским шрифтом объявление «Бог дал руки, государство дало поручни, при езде держись руками за поручни». В транспорте много смешного, не мне вам рассказывать, вы чаще ездите. Но когда я еще ездил, и то я что-то тут выписал в записную книжку. Водитель автобуса по громкой связи «Станьте плашмя, свободнее будет». В метро тоже по громкой связи «Мужик, не держи дверь, зайди весь». В электричке над стоп-краном одно слово, одно, как точно символизирует одно слово всю нашу жизнь в России над стоп-краном. Заедает. Такая Россия без тормозов совершенно, да? Много присылают, конечно, люди каких-то цитат, услышанных по радио. Ну, телеведущий сказал, ну, конечно, я плохо разбираюсь в людях, женщинах и прочей нечисти. По радио ведущий этот фильм о самом главном, о тех, кому сейчас труднее всего, стариках и животных. По радио в часе поздравлений хотим поздравить Настю с очередным совершеннолетием. Интервью с милиционером я слышал сам. Я заслушался, потому что речь шла о продаже фальшивой водки. И сказал он совершенно серьезно следующее. Хорошо, я не за рулем был, я бы врезался. Бюджет должен выделять среди деньги для того, чтобы правоохранительные органы проводили контрольные закупки алкогольной продукции. Для ее дегустации. Можно быть уверенным, что эти деньги не будут потрачены зря. Ой, а приметы какие? Мне же присылают еще люди, которые работают в милиции, но у которых сохранилось свежее мышление. Приметы. Вот вы можете узнать этого человека? Кожа смуглая, лоб средний по высоте, вертикальный по положению. Это уже интересно. Очень, 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 очень неожиданная примета. Вертикальный по положению, брови на высоте относительно, глаз средняя, нос по форме спинки выпуклый, основание носа горизонтальное, подбородок вертикальный, уши под углом 17 градусов к задней стороне черепа треугольной формы с вертикальной отопыренностью. Не дай бог такого встретить в подворотне с этими приметами, да? Ой, а что в протоколах пишут? Фокин гонит самогонку. Это может подтвердить свидетельница Кучкина. Она стоит у него в шифонере, заткнутая пробкой. Кучкина в шифонере. Только пробкой заткнул и поздал в шифонере. В холодильнике буфета обнаружена баранья голова, принадлежавшая буфетчице маминой. Бил ли меня муж у Сидоровых на праздники? Нет, ничего плохого он себе не позволял. Он только взял меня за волосы, намотал их на руку и пригласил домой пойти. Тоже из протокола, из милицейского протокола. Был застрелен. Это страшно. Был застрелен при попытке покончить с собой. А это наоборот. Милиционер объяснительную пишет. По поводу порванных трусов гражданки Петровой. Могу сообщить следующее. Во время обыска Петровой задержанной в качестве проститутки. Это качество такое. Она сорвала с меня погоны и сунула себе в трусы. Я их оттуда вежливо вытащил, к ее трусам не прикасался. Представляете, у меня сайт захлебывается вот от этого все. Объявление в аэропорту, в Домодедово. Пассажиры, желающие вылететь в Красноярск, сегодня никуда не вылетят. А этот плакат в аэрофлоте я сам видел. Аэрофлота два раза в Вену. В день. Объявление пропала собака. смесь овчарки, лайки и дога. На ошейнике надпись спинель. Объявление в газете. Продается трактор, колес, мотора, агрегатов нет. В скопах сперли. Объявление. Вот как написано, так читай. Продается кавказец. в скопах девочка. Спокойно, спокойно, спокойно. Это еще разминка, друзья мои. Тут страшный материал дальше лежит. В магазине вход с собаком только с владельцами на поводке. парки культуры, как мы говорим, имени отдыха. Но это только наши могут. Выстроится в очередь под объявлением после ремонта карусель вихрь находится на испытательном сраке. Билеты снижены на 50%. Это я видел в Комсомольске. Пивной ларек закрыт. Написано пива нет, идите в баню. В Одессе на пляже объявление граждане утопающие уже хорошо. Так как отныне госязык украинский вопли на других языках не рассматривают. На рынке закрытый киоск ушла заряжать автоматы. В маршрутке право на бесплатный проезд имеют пожарные при исполнении служебных обязанностей. Не слава, да? С бронзбойтами ребята едут бесплатно. А с маршрутками вообще в наше время очень интересное явление происходит. Водителями пошли работать бывшие очень интеллигентные люди. Инженеры, ученые хотят какие-то деньги заработать. А у них же не нарушились причинно-следственные связи. А у пассажиров давно они нарушились. при входе одни и те же пассажиры в маршрутку бьются об одно и то же место головой. Ну это на грабли каждый день на одни и те же грабли. И один из водителей повесил при входе такое объявление место для удара головой. Ну чтобы сразу точки над и поставить. А еще видимо многих водителей раздражает интеллигентно, что наши пассажиры не могут объяснить где остановить маршрутку. и они руками внутри такси объясняют где остановить снаружи. И один из водителей повесил объявление водитель где-то там и вон тут не останавливает. А другой просто написал на просьбу остановить где-то здесь буду останавливать где-то там. Но наш народ все равно объясняет руками он не может объяснить что вот за 10 метров за светофором наш человек говорит ты когда там такая ну и там раз и да да конечно и они понимают друг друга на каком-то энергетическом уровне. Кому кроме нашего понадобится пассажиры такое объявление захлопывая за собой силой дверь убедись в отсутствии в ней головы входящего. помните я об энергии сколько говорил в телевизионных передачах то есть нож уж головня да головня а водителю в зеркало просьба рожи не корчить наш ведь не может 5 минут спокойно стоять у него все туловище двигается от переполняющей его энергии объявление девушки прикройте ноги а то водителю не видно дороги граждане пассажиры за разменной валютой к водителю не обращайтесь тире размножайтесь между собой а я видел глаза водителя у которого девушка спросила вы остановите до дома где я живу или за ним спокойно спокойно продолжаем продолжаем тему в маршрутке типографским шрифтом вот что поразительно если старушке никто сейчас не уступит места это сделаю я водитель рекламная пауза я в детстве не любил бульон за это мама часто била меня ложкой по голове галина бланка любовь с первой ложь ну и есть у меня такая телезрительница одна она часто на моем сайте появляется и на форуме она работает оператором связи смски принимает и вот она все время присылает новые какие-то интересные сообщения которые через нее делают девушка у меня сообщение для абонента теща ты старая вешалка сколько можно меня мучить и дочь у тебя дура вот и живи с ней девушка поставьте подпись аноним смс дорогой только что передали по радио что милиция нашла труп мужчины без мозгов перезвони я волнуюсь ну конечно целое собрание опять объявлений каких-то надписей в комиссионном магазине продаю оленьи рога фабричного производства в продуктовом магазине категорически запрещен вход с собаками на роликовых каинкапс на ярмарке строительной в подмосковье всегда в продаже у нас прекрасный пол помогаем его уложить за те же деньги откровенные ребята это в газете объявление сдается комната 70 долларов с хозяйкой два в одном практически любимый слоган российский на рынке продается половина поросенка в живом виде ну это просто страшилка какая-то пол поросенка живых бегает по комнате на рынке требуются женщины на хот-доге ну замечательно да что люди это замечать стали значит изживаем дурошлепство очень интересно читать объявления в этих журналах оракул газета спид-инфо там эти ведьмаки всякие там знаете эти колдуны шестого разряда мы можем очистить ваш дом за 15 минут и веришь в это веришь а это мне было конечно смешно в клубе прислали объявление которое вывесили на дверях клуба написано причем клуба ясновидящих заседание внимательно слушайте потому что это не сразу понятно заседание ясновидящих переносится на завтра ввиду отсутствия света ну это ужас конечно это в обувном крем для обуви и рекламка такая с этим воском ваша обувь будет несношаема ну видимо учились вот по этому объявлению престижная учеба за рубежом Украина Белоруссия Казахстан в школьной столовой висит такой ну плакат не знаю что это слоган тот кто пьет молоко будет бегать далеко в школьной столовой ученики не кидайте объедки в компот если вы его не допили его будет пить вторая смена бедная Россия реклама в Тольятти клянусь не понимаю но читаю со сцены люди смеются что-то разумеют я не понимаю реклама окон убил бобра окон убил бобра спас дерево поставил пластиковое окно спас дерево и бобра вот наш человек все-таки он незаурядный наш человек в Тире в Ялте зайди в Тир и отстрели себе что-нибудь конечно много наблюдений сделано телезрителями в транспорте многие же ездят и ездят на работу вот например Сахалина несколько наблюдений прислала жительница Южно-Сахалинска у них в автобусе она едет а там на значит окошке с водителем написано просьба в связи с временной контузией водителя показывать количество покупаемых билетов на пальцах и наши едут и говорят слушай интересно доедем все-таки с этим придурком или нет они там забивают там знаете там спорят на что-то а это в автобусе уже другая женщина написала каждое утро со мной в автобусе ездит один и тот же пьяный человек с утра он пьян недавно он был настолько пьян что я не могу с ним стоять рядом это невозможно этот перегар я ему говорю надо же так с утра нажраться и знаете что он мне ответил а что же мне на работу не по завтракам идти в южно-сахалинске автобусный маршрут просто символ нашей российской жизни автобусный маршрут психбольница тире кладбище в автобусе рядом с сидением кондуктора было написано на сидении кондуктора не садиться и кто-то рядом приписал в окно кондуктора не смотреть а это это мое вот дальше знаете я был так удивлен вообще развитию всенародному рынок Бессарабка в Киеве на Крещатике я спрашиваю старуха стоит ну старуха семечками торгует я спрашиваю почему семечки такие дорогие знаете что он отвечает баррель подорожал сейчас вот такая небольшая коллекция присланных названий которые были замечены в России дворец красоты причем с ошибкой написано апокалипсис апокаляпсис апокалипсис продуктовый магазин Чернобыль шампунь горгона и внизу слоган после использования волосы тщательно шампунем все смыть салон цветов смерть мужьям зубоврачебный кабинет вечная улыбка похоронное бюро быстрая лопата тренажерный зал родина слонов и сауна в Сочи армагеддон осталось только повесить лозунг помойся напоследок ценники два ценника рядом пицца с куриным мясом 22 рубля пицца с настоящим мясом 30 рублей название замечательное шоколад Петр пористый печенье крошка енот в глазури сырок знаете как называется браток а как вам нравится крем для рук Венера Милоская осталось крем для лица назвать Нига Самофракийская стелька ароматная в скобках в скобках спокойно стерилизует плесень и устраняет гниль ноги причем одной ноги ценник зажим для девочки а это я сам видел стоят мужики с топориками такие статуэтки мужики с топориками злые такие написано обереги да уж там обереги один мужик от горя с этим второй от зависти третий от жадности и стоит здоровый мужик с топоричем написано от блуда а еще знаете наши польза с тем что наш язык он многополярный из него можно разные сочетания лепить они придумывают сами названия вещам вот скажем у немцев сколько вещей столько слов будут эти а мы сами придумываем ценник хренодерка вибрационный сучка уловитель а хрен называется калибри противозачаточные в аптеке лежат извините знаете как называется шапка невидимка письмо прислала мне женщина говорит у моей подруги вы правы у нас потрясающая соображалка пишет знаете я затравил какие-то темы и мне в обратку письма пишет у моей подруги сломалась мясорубка вот в любой точке мира человек пойдет купит пиццерку или сдаст починку нашим это не надо гениально а ей надо было фарш изготовить ну сломалась сломалась что наша додумалась американка тупая не додумалась бы никогда ой готовы заморозила мясо и натерла его на терке я все время говорю конец света страшен им не нам отключится электричество у них они все они не знают что делать а мы да ради бога какая-то ну отключилась натерки натерли все же надо и все под свечку а это ой полезный совет ну его концерт полезный совет ну тут даже я обомлял когда это прочитал я не сразу въехал но может вы поймете о чем речь идет сразу мне пишут нам нравятся ваши концерты хотели вас отблагодарить можем вам сказать поскольку вы много путешествуете как каждый раз получать деньги по прилету в какую-то страну они что делают они говорят мы проверили работает железно везде регистрируют багаж и страхуют его по весу но кладут в чемоданы сухой лед ползала понимает в чем дело ну вы понимаете да вы понимаете что в мире люди не понимают о чем речь идет прилетает пустой чемодан а сухой лед же он не дает от него воды же нет никакой ой а это если вы потеряли зарядку от телефона один другому объясняет если ты потерял да не покупай ты новую иди в ближайшую гостиницу как до этого может быть и говори останавливался там несколько месяцев назад забыл зарядку притащат тебе ящик с забытыми зарядками и подберешь себе нужную уникальный народ соображает мгновенно но не на пользу родине вот только если украсть вот где-нибудь можно было причем ответы бывают очень интересные японцы потеряли косоглазие когда увидели как в Англии в Лондоне в японском ресторане где знаете на транспортере блюда крутятся там как берешь блюдо второе третье а по пустым тарелкам официант выдает счет вот ты съел три блюда то наши едят и ставят обратно на транспортер японцы никогда такого не видели где же наши способны если надо украсть семья гаишника мне написала наш папа гаишник мы всегда едим пиццу бесплатно и японский суши вот как это может быть связано только у славян мы заказываем пиццу привезти нам надо допустим пишут они а есть такое правило если 40 минут не привозят то пицца бесплатно мы звоним папе он их задерживает и проверяет долго документы какие остроумные русские да мы слабоумные но остроумные остановил гаишник водителя вот он мне сам пишет водитель вот и говорит что ж ты водитель так быстро едешь а я ему отвечаю а чтоб в аварию не попасть интрига серьезная гаишник че а я ему поясняю вероятность попасть в аварию равна времени провождения за рулем то есть чем дольше я за рулем тем больше шансов попасть в ДТП поэтому чтобы сократить это время я должен двигаться быстрее надо дать должное гаишнику он сказал я тебя отпускаю но слова мне перепиши пожалуйста 60-е годы наш пилот впервые выполняя международный пассажирский перелет от волнения не очень уверенно посадил самолет в немецком аэропорту в немецком и немецкий диспетчер решил его ущипнуть пилота так говорит что это не так уверенно вы наверное впервые у нас наши мгновенно ну почему 43 по 45 год регулярно только садиться не приходилось вот мы долго непрерывно и логично не можем думать славяне мы можем мгновенно что-то сообразить жена не пускала мужа на рыбалку что он сделал пошел с ней в супермаркет и в сумочку незаметно пока она что-то выбирала подложил ей тушку цыпленка сырого зазвенела заглянули в ту в сумочку два дня ареста он на рыбалку поехал это даже я смеюсь даже вот вспоминаю смеюсь сын поехал в отпуск с женой а внучку отдали деду ветеран а внучка несмотря на то что ей уже было там три годика она или орала или сосала соску все и так надоело родителям они говорят дед терпи он говорит да я нормально я ветеран я не такое видел возвращаются тишина в доме говорит а где дочка готовы он саморезом соску прикрутил в угол она стоит в углу уже месяц и сосет соску вон народец спокойно спокойно мы не вышли с вами на финишную прямую а этот мужик ветеран до чести хвала нашим ветеранам вот кто из молодых до этого додумается у него воровали дрова что он сделал гений он в одну полено заложил взрывчат чтоб узнать кто ворует когда соседский дом разнесло в пух и прах вся деревня узнала кто ворует врач написал мне письмо вы правы у нас любят шутить даже в реанимации это спасительный задаток наших людей российских лежал у них реанимационный человек что такое реанимационное в нашем понимании это койка а над койкой на стене кнопки множество кнопок но не написано куда какая кнопка ведет там я не знаю там может ответчик бога там вот нажмешь там я не знаю может катапультируешься неизвестно может тебя сожмет вот так вот койкой там я не знаю ему это дело надоело он взял под а это реанимация он когда очнулся смотрел смотрел и кнопку под кнопкой приклеил пластырь и фломастером написал внизу морг под кнопку и жутко радовался сам а вот когда другого принесли на это место тому уже не очень весело это все было а это моя знакомая говорит представляешь ну правда даже гаишники у нас с юмором уже появились остановил гаишник а я была пристегнута он смотрел смотрел на меня говорит что пристегнулась пьяная что ли вот письмо порадовало мне нравится что многие письма начинаются со слов вы правы вот это так так самолюбие разогревает даже воры бывают с юмором в россии мы оставили машину за углом дома пошли в гости а в машине оставили таксу сторожить тоже очень умно конечно просто сторожевой пес вернулись через три часа все колеса сняли и записка сзади на стекле не ругайте таксу она правда лаяла а девочка вот я говорил про сообразительность молодого поколения вот смотрите девочка она и сообразительная и с юмором одновременно даже не понимает что в ней это заложено гуляла разбежалась и на машину у дома всем телом хлобысь машина выглядывает папа сверху она говорит папа можно я еще погуляю талантливая молодежь особенно многие отмечают чувство юмора у водителей маршрутных такси многие ведь пошли бывшие ученые инженеры врачи водители маршрутных такси работают потому что нужно было деньги зарабатывать и вот один написал у себя в салоне зайцы бывают белые зайцы бывают серые а вы какого цвета пассажир без билета а кто-то оказался еще остроумней внизу коряво приписал я шоколадный заяц правда так веселее жить дюго правильно сказал улыбка сгоняет зиму с лица и вот объявились хозяев новый провайдер решили открыть и переманить клиентов и тогда хозяева старого провайдера решили проблему с юмором они клиентам разослали следующие письма если вам позвонят вот эти с нового провайдера задайте им вопрос сейчас как это прочитать это надо было такое придумать как ваше оборудование преодолевает статическое сопротивление в электросети коммутационных узлов с пошаговой регулировкой разрядности в среде инертного газа аргона и не повлияет ли на высокий коэффициент волновых высокоиндукционных излучений в катушке индуктивного двигателя на медной обмотке фазоинвертор нам преобразователи индукционных токов в моем транзисторном приемнике зорька фу ты прочитал хоть как хоть как но первое место за розыгрыш в этой вот в этой главе я бы дал опять-таки водителю маршрутного такси утром когда надо ему чтобы салон напался пассажирами на первой остановке ему надоело ждать он вышел из-за своего водительского места и сел в салоне и ждет пассажиров а эти заходят спрашивают козел этот куда делся он говорит да сам жду ну негодяй ну вы представляете я опаздываю на работу а его нет и вот они наполняют салон и все чехвостят его по полной программе а наконец он говорит ребят знаете я больше ждать не могу я опаздываю я вас сам повезу и повез а на первой же остановке вышел говорит ребят ну все я доехал вы там дальше уж сами разбирайтесь к сожалению его уволили после этого это он мне и написал что с ним произошло это и хохочет говорит пистолети меня уволили ха-ха-ха-ха-ха-ха а ему и в другом месте будет весело после этого а вот присланный тоже на электронную почту из Киева организации требуются на работу срочно мужчины-700 гривен женщины-600 гривен остальные-500 это кто такие остальные это гермафродитов что ли на работу Новосибирск учительская в одной из средних школ детей в школе разрешается бить только в порядке самозащиты в Сочи летнему детскому лагерю требуется вожатый с опытом лагерной работы в Ялте в Тире каждый попавший в цель получает пулю под новый прошлый новый год в средине декабря в одном из магазинов в Москве петард нет точка совсем нет но это для наших людей потому что они не успокоятся никогда совсем нет а как может не быть не совсем вот совсем нет совсем-совсем нет в Тольятти в музыкальном отделе крупного магазина баянов нет точка где есть не знаем в скобках да часто спрашивают а в Сочи на набережной есть такой полумагазин полу ларек полукиоск в нем делают портреты ваши и на майки переносят их на кружки слоган сделай подарок Тире закажи своего друга шефа жену в интернете забавный сайт там продают аттестаты дипломы вообще разное удостоверение внизу крупно приписано опасайтесь аферистов и мошенников вот женщина мне пишет представляете я видел картинку как толпа собралась у одного здания смотрит наверх на краю крыши стоит человек собирается прыгнуть вниз одна тетка в толпе говорит другой боже если он сейчас не прыгнет я же опоздаю на автобус а это я сам видел объявление в аптеке в новосибирске кто купит две линзы для глаз третья бесплатно для циклопчика дома же циклопчик живет у каждого объявление в студенческой столовой МГСУ просьба за приобретенными блинчиками следить самим это только нашему студенту такая напоминалка нужна только ему придет на ум стыбзить блинчик только нашим объявление на двери бани одного подмосковного дома отдыха баня работает ежедневно кроме выходных понедельника среды четверга и пятницы а некоторые наши попадая за границу теперь прикалываются после моих выступлений и мне так понравился этот молодой парень он в Нью-Йорке работает в компьютерном центре насмотрелся моих программ и решил приколоться пишет я вам не верил раньше в то что они туповаты а теперь я прикалываюсь и вот это мне очень понравилось он поместил объявление что продает впервые полное собрание переписки Ромео и Джульетты с иллюстрациями и у него 75 предложений купить эту переписку ну а это мне написал гид который водит экскурсии иностранцев по Эрмитажу он водил американцев он говорит вы не представляете даже что они из себя представляют эти туристы американские я им рассказываю обо всем что они видят в Эрмитаже они все записывают американцы действительно все записывают они очень такие пунктуальные профессиональные знаете я отвлекусь чуть-чуть я был в джунглях в Бразилии и нас водил гид местный индейец и он рассказывал нам зачем он нам это рассказывал как надо вести себя в джунглях если попадешь один туда как выжить я не знаю зачем это что у меня с самолета сбросят в джунгли он рассказывал как стучать по секвой чтобы индейцы пришли тебя собрали ну я то ладно я с иронией американцы записывали и их видимо судьба могла забросить по их разумению но вот это все это гораздо интереснее он водил по Эрмитаже а потом один из американцев все за ним записал и спрашивает скажите пожалуйста а как называется этот музей ну наше население меня наслушалось и гид ему отвечает это Лувр американец пишет Лувр а второй ему говорит я же тебе говорил Лувр а ты все британский музей британ мы в России как может быть здесь британский музей только Лувр а между селом Шпикуловка и Тамбовом есть поле и все кто едет по этому полю по дороге спрашивают почему дорога синусоидальная это поле согласно логике она должна быть совершенно прямой ну это конечно только в России возможно прораб привел строительную бригаду говорит надо проложить через это поле дорогу да а как а приборов же нет так на глазок вот туда они говорят нет ты скажи куда а то потом скажешь что не туда он говорит вот строго на тот сток ведете три дня все приехал зигзаг оказалось они повели на сток а в стоку спал тракторист он увидел что на него движутся строители взял сток и на тракторе перевез в другое место они повернули он отвез они ну где ну в какой стране это все возможно что я вам тут еще написал интересное тоже мужика привезли в больницу с отравлением спрашивает что выпил морилку говорит ну там же написано после употребления помыть руки он говорит я помыл руки после того как употребил ой это я сам читал вот у меня была истерика продается парашют БУ с пятном в скобках ни разу не раскрывался это мне прислали недавно дней 15 назад ну скобрезность ну такая классная ну я не могу не рассказать о ней книгу прислали супер новинка сезона книга о здоровом сексе глава первая видение электричка давка вот это московская жара летняя ну наши едут вот как потные шпроты в этой электричке и еще какой-то придурок все время дергает за стоп-кран ну развлекается на западе вызвали бы полицию пришла арестовала полиции у нас во-первых ее нет во-вторых она не пройдет через это все жара все обливаются все матерятся и наш машинист решает сам не формат мышления он объявляет по громкой связи если еще какой-нибудь придурок дернет стоп-кран я включу отопление ну то что я вам сейчас расскажу я вас прошу это даже по телевидению нельзя рассказывать знаете как в советское время анализы сдавали в спичных коробках собирали уже смешно я сам не могу без смеха рассказывать и мужик взял спичный коробок а он курящий у нее два спичечных коробка а ему навстречу мужики идут говорят слышу у тебя есть спички прикурить он говорит да у меня два коробка знаете забыл что говорит я вам один дать могу и дал они его через две минуты догнали взломили такого это все ерунда по сравнению с тем как молодая девчонка вот эта тинейджерка сегодняшняя у которой файлов много но пустые попала в больницу и ей дают утку она спрашивает у соседки по палате что это такое она говорит это ночью ходить в туалет я боюсь и ночью всех в отделении разбудил ляск она надела две утки на ноги знаете вот это все надо заканчивать гениальной фразой одного из комментаторов вот это точно венчает все когда он выкрикнул ай-яй-яй-яй-яй вы со мной согласны знаете я рассказываю иногда истории думал вот зал смеется и не будут люди больше вот так вот увидеть себя со стороны бесполезно для нашего человека я рассказал историю которая имела неожиданное даже для меня продолжение историю я несколько раз рассказывал по телевидению многие их слышали может не все поэтому я повторю иначе будет непонятно продолжение три мужика курили в окошко общежития на третьем этаже внизу был канализационный люк а дома была гиря 16 килограмм ну другой курит и курит а наш не может пытливый мозг гиря если скинуть пробьет люк или нет какая тебе разница какая тебе разница кинули не попали пошли за гирей эксперимент не завершен тянут ее на третий этаж вот не лень дай этим заниматься это бы энергию на пользу родине бесполезно второй раз не попали третий раз когда не третий раз проносили гирю мимо вахтерши та им говорит больше мужики я вас с гирями ей же на ум не может прийти что это одна и та же гиря а эксперимент не завершен они пошли в красный уголок взяли канат чтобы в случае чего если промажут поднять наверх привязали гирю канатом к отоплению и бросили канат оказался короче у вас агония уже начинается гиря качнулась в районе первого этажа раздался такой звук как будто как будто тунгусский метеорит врезался в стеклотару вот в пункт приема стеклотары и гиря исчезла в одном из окошек эти пошли гирю возвращать заходят в окошко там сидят бледные пацаны и в долгий затяг курят видно что конец света пролетел мимо эти спрашивают эти у них сразу пацаны у вас гиря не пролетала тебе говорят посмотри в холодильнике холодильник рядом с окном стоит пробив дверцу холодильника на первой полке гиря один вообще не разговаривает только так трясогуска у него на всем организме они спрашивают что с тобой а он еле говорит ой 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 я 15 минут назад свою кровать с холодильником вместо обе поменял я думал на этом история закончена я не могу к своей девчонке аж повалился ой я думал история закончена нет ворох писем на электронную почту почему вы не досказали историю гиря пробила люк или нет этот народ не победим с его пытливостью мозга мозга думаете все и это не все и однажды мне приходит письмо Михаил Николаевич не дурите людям головы мы пробовали гиря с третьего этажа не пробивает люк семь писем таких получили семь преподаватель сопротивления материалов мне написал я провел расчеты он пил тебе что заняться больше нечем гиря с третьего этажа не пробьет пробьет только седьмого он мне пил но до канала меня письмо недавно ой это это супер я таких писем еще не получал даже я Михаил Николаевич мы все сделали корректно эксперимент по научному канат измерили его длины точно хватило до земли ну чего говорите вам да обвиняйте на себя Михаил Николаевич вы врете в окошко залетает батарея вот знаете что обнадежит с чувством юмора относятся сами герои всех этих историй но для равновесия кое-что про американцев тот америкос так порадовал я останавливался в Питере в гостинице история ну то что вы знаете этот америкос фору даже вот предыдущим героям даст мне когда я приезжаю в какую-то гостиницу работники гостиницы начинают сливать истории разные про финнов про американцев и вот звонит америкос на как теперь говорят на ресепшн и говорит мне нужен электрик срочно мастер зачем мне надо у меня не работает в номере микроволновая печь а вообще нет микроволновок нигде а этот который он разгарит думает ну задорно вправ тупые неужели со своей микроволновкой приехал она его спрашивает зачем я хочу разогреть сосиски значит она говорит ну надо же еще и сосиски привез свои и микроволновку прислали я боюсь вам говорить он пытался разогреть сосиски в сейфе положил сосиски в сейф запер и думал что набрал время код набрал представляете ой объявления в газете продаются дрова колотые чурками а в кабинете уролога просто заходить хвастаться не обязательно объяснительно водитель автобуса продавал билеты в салоне сам потому что кондуктор был настолько пьян что постоянно путался в сдаче пришлось ненадолго посадить его за руль вот это вот обнадеживает ненадолго и последняя история дабы вы отсюда поползли все написала мне деваха ну точняк нашинская история пишет я очень люблю своего мужа и очень его боюсь вот уже по-русски начинается он меня отпустил на девичник сказал чтобы в 12 ночи я была дома вот а мы с девич с девчонками напились и я немножко прозевала вот пришла в 4 утра и далее а у нас часы с кукушкой пишет она а он спит чутко то что пришло ей на ум никому в мире на ум не придет и я решила сама прокуковать 12 нормально в 4 утра куку пропитым голосом монстра не куку она пишет я подошла к мужу поближе чтобы он точно еще дыша перегаром вот это монстр кукушка муж надо дать должность терпел это все долго терпел утром ничего не говорил потом говорит милая не выдержал милая говорит он нам надо срочно менять кукушку в часах почему дорогой готовьтесь готовьтесь побольше воздуха в грудь наберите понимаешь я видел я слышал когда ты вчера вернулась это вот кукушка прокуковала сначала 4 раза потом сказала во блин прокуковала кукувала 2 раза поперхнулась кукукнула высморкалась нормально кукушка кукукнула похихикала наступила на кошку шмякнулась о пол и докуковала 17 раз друзья мои как русский человек русским на ночь последний полезный совет приятного аппетита свои забавные наблюдения и размышления пишите в комментариях я жду их с нетерпением и лучше озвучиваю пишите 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 по-русски пишите 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 пишите